Продолжение следует... ...за последние годы. Это 2018 и 2019 год. Но сложно сейчас говорить об актуальности на посвященном форуме, на посвященной этой секции. Все понимают и все участники здесь находятся, потому что понимают, что эта проблема актуальна. И она является частым осложнением онкологического процесса, причиной других осложнений на этапах развития болезни, на этапах ее лечения. По данным разных исследований, нутритивная недостаточность наблюдается до 90% онкологических больных. И степенью выраженности зависит от локализации, стадии основного процесса, проводимого противоопухолевого лечения, а также индивидуальной реакции организма в ответ на рост опухоли и, конечно, реакции на лечение. Нарастает нутритивная недостаточность нарушений в различных видах обмена веществ. Это энергетический, белковый, липидный обмен, обмен даже на уровне микро- и макроэлементов. Среди всех онкологических заболеваний рак желудка сопровождается наиболее высоким риском развития нутритивной недостаточности, встречающиеся у 87-90% пациентов, из которых около 15% уже на момент постановки диагноза имеют потерю веса 10-15%. Нутритивная поддержка. Вот это данные 2014 года. Посмотрите, 6 лет уже мы говорим, вообще-то начали говорить раньше, но вот клинические рекомендации по нутритивной поддержке при химиотерапии или лучевой, или комплексной терапии, данные ассоциации онкологов были в 2014 году. И вот эти вот все эффекты, которые были, которые перечисляются здесь в этих рекомендациях, они на самом деле имеют место, но, как вот сказал и предыдущий автор в своем сообщении, что много вопросов остается, конечно, еще недостаточно изученными и недостаточно представленными. Потому что здесь смешивается все. Здесь и смешивается удовлетворение потребностей организма, здесь смешивается восстановление баланса, в частности вот азотистого, сокращение времени, сокращение появления раневой инфекции на закаминальных инфекционных осложнений, сокращение частоты тяжести послеоперационных осложнений, включая полиорганную недостаточность. Ну и идут дальше уже экономические вопросы. Это уменьшение длительности пребывания больного в палате интенсивной терапии, а также длительности искусственной вентиляции легких и времени госпитализации. Ясно, что это связано с такими важными аспектами качества оказания помощи, как снижение летальности, повышение качества жизни, ну и экономические вопросы, снижение расхода дорогостоящих препаратов, препаратов лекарственных и также препаратов крови, ну и профилактика лечения ракоассоциированной недостаточности питания. Ну, всем это известно, а самое немаловажное следует об этом сказать, конечно, возможность проведения полноценной цитотоксической химиотерапии, или лучевой терапии, а также улучшения их переносимости. Дизайн нашего исследования, короткое исследование, оно, выборка всего лишь была 603 больных, в рамках ретроспективного анализа рассмотрены группы со злокачественными образованиями желудка, головы и шеи. Я здесь сразу же хочу сделать такое замечание. Мы разделили несколько, видите, на сегодняшний день голова и шея как бы в едином аспекте рассматриваются и так далее. Но в городском клиническом онкологическом диспансере на время даже нашей выборки пациенты делились на отделение челесно-лисовой онкохирургии и лор-патологии. Поэтому, если правильно понимать, то мы брали этих больных не стали смешивать, потому что это два совершенно разных отделения. Некоторые особенности подходов и некоторые особенности хирургических вмешательств на каждом из отделений. Но если анатомически говорить, то голова у нас идет до заболевания, конечно, полости, ротовой полости, до глоточного кольца. А вот все, что ниже, конечно, это уже и трахея, это уже и ляринка, значит, ляринкс, это вот эти вот больные подразделились вот таким образом. Вот в основном, конечно, это больные желудок 41%, дальше идет голова 37% и шея 22%. Я уже говорил, что это материалы, это анализ статистических и клинических данных мониторинга. Выборка была проведена на отделении реабилитации стомированных пациентов городского клинического онкологического диспансера. Все стомированные больные и стомированные больные, которые нуждаются в поддержке и в реабилитации, имеется в виду, что это и стомы на брюшной стенке, это стомы на шее, это стомы пищеводные и так далее, и так далее на этом отделении проводятся. И, конечно, система нутритивной поддержки, она применена и она активно проводится на этом отделении. Ну, мы взяли данные стоимость одного койка дня пребывания пациентов в круглосуточном стационаре, ну и показатели средней длительности больного на койке, кратности госпитализации в год. Также проведена оценка качественных показателей применения энтерального питания методом анкетирования. Распределение исследуемых групп. Исследуемые группы по возрастам, вы видите, в основном, конечно, это больные 60-70 лет, ну и гендерное распределение, вообще раньше мы говорили распределение по полу, теперь, значит, гендерное у нас распределение. Значит, желудок женщины и мужчины здесь преобладали в некоторой степени женщины, голова и шея, голова этого уже преобладают мужчины, и на шее тем более. Распределение исследуемых групп. По виду лечения, видите, мы взяли химиотерапию, лучевая, химия лучевая, гастроктомия, это чисто хирургическое лечение, именно желудок и общий итог. Средняя длительность госпитализации на одного пациента. И вы видите, что каждый больной имел по несколько госпитализаций для лечения своей патологии. Количество пациентов распределилось таким образом, что в основном, как я уже и в процентном отношении вам показывал, 230 – это больные, которые получали химиотерапию, но остальные уже распределились по следующим видам. Средняя длительность приема энтерального питания на одного пациента мы взяли количество дней. Наибольшее количество дней, ну, потому что, собственно говоря, и по длительности лечения одной госпитализации, поэтому 164 – это химиотерапия. Среднее количество выданных упаковок, собственно говоря, это мы брали для того, чтобы нам дать экономический, посмотреть экономику в этих группах. И стоимость энтерального питания в миллионах рублей при проведении его, при госпитализации и при лечении. Анализ массы тела и индекса массы тела больных. Вот посмотрите динамику изменений массы тела пациента в зависимости от длительности применения энтерального питания. Ну, контрольная точка – это первый день, и вот масса тела пациентов исследуемой группы, и расчетное значение веса пациентов без поддержки энтерального питания. Мы рассчитали это на больных, которые не получают из сложившейся ситуации. Вы видите, что 27% у нас различия между расчетным значением и массой тела исследуемых пациентов уже к 6 месяцам получения энтерального питания. И динамика изменения индекса массы тела пациентов на первый день и через 6 месяцев на протяжении лечения. Здесь были не только больные, которые получали радикальное лечение и так далее, но мы и смотрели группу больных, которые… Эта группа составляла 155 человек – пациенты с палиативной поддержкой. В основном это были мужчины 67% и женщины 33%. И то же самое, собственно говоря, возрастное распределение палиативных пациентов, оно было такое же, как и до стационарного лечения больных, получающих лечение в рамках радикального и как и одевантного в последующем. Ну и мы брали то лечение, которое проводилось и считали его окончательным. Но больные с палиативной поддержкой – это немножко уже другие пациенты, и вы видите распределение их и по возрасту, и по полу. И влияние энтерального питания здесь на пациентах, уже у палиативных пациентов, и на вес и индекса массы тела вы видите те же самые графики. Здесь уже идет разница 18% или 9-54 кг от первого дня до 6 месяцев. Ну и, естественно, индекс массы тела у палиативных пациентов мы не ожидали той же кривой, какой была у пациентов, получающих лечение. А, собственно говоря, поддерживающая палиативная терапия, вот она выражается уже динамикой в таком виде. Применение энтерального питания, находящихся на палиативной поддержке, поддерживает более высокие, как видите, показатели массы тела, чем те, которые без энтерального питания пациенты. Оценка качества пациентов, которые получали палиативную терапию, это по оценке не изменилось, улучшилось или ухудшилось. Вы видите, что 34% не изменилось состояние. А вот то, что 46% улучшилось у палиативных пациентов, оценка своего состояния, это, конечно, то, чего мы добиваемся, то, к чему мы и стремимся. Анкетирование проводилось этих пациентов из группы, и образ жизни до приема, и образ жизни после приема. Не менее мы брали 30 месяцев в процентном выражении. Вы видите, что фактически больные справлялись со своими обязанностями. В основном, конечно, были менее активны и так далее, но часть, видите, она видна в средней группе этих показателей, образа жизни. И показатели частоты осложнений у больных, принимающих энтеральное питание. Здесь вся та выборка, которая была сделана, это не только палиативные, это все пациенты. И мы смотрели долю пациентов, которые отмечали конкретное осложнение по оценкам этих же пациентов. Это на время первого визита, через полтора месяца приема энтерального питания и через три месяца приема энтерального питания. Вы видите на графике изменения дисфагии, анемии, кохексии, сухости во рту, оценка, ну и оценка осложнения как диарея. Изменение длительности и частоты госпитализации. Расчет на среднюю длительность госпитализации без применения энтерального питания 26,7, 24,7 с применением питания. Таким образом, идет снижение на 7,8%. Расчет на динамика изменения показателя среднего количества госпитализации в годовом исчислении. Вы видите, идет снижение с применением энтерального питания на 16%. Это показатель средней длительности частоты госпитализации у больных, которые не принимали... Дмитрий Алексеевич, у вас минутка осталась. Динамика длительности... Я вижу, 1,38. Да. Значит, экспертные данные были специалистов в области лечения учреждения городского клинического онкологического диспансера. Расчет экономической эффективности. Ну, при средней стоимости одного кое-как дня брали расчетные затраты медицинской организации в год на 411 больных и затраты в год на 411 больных, применяющих энтеральное питание с учетом стоимости энтерального питания, конечно. И даже здесь мы видим экономию 13 миллионов рублей в год. Это метод моделирования на основании экспертных данных сравнения. Выводы. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о медико-экономической эффективности использования энтерального питания приведения больных со злокачественным образованием желудка, головы и шеи. Мы выявили корреляцию длительности приема, как средняя длительность на 7,8%, среднее количество госпитализации на 16% на одного пациента. Подобная зависимость показателей приводит к достижению положительного экономического эффекта и затрат. Ну, собственно говоря, те данные, которые были изложены и в рекомендациях, подтверждаются уже цифрами и процентами. И то же самое необходимо отметить, что пациенты, которые находятся на палеотивной поддержке, отмечают положительную роль от применения энтерального питания. Ну, и, собственно говоря, это говорит о том, что необходимо в дальнейшем изучать и рассматривать эту проблему не только в медицинской, но и в экономической, в материальном, как говорится, выражении и использовании ресурсов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.